Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас на связи Литва. У нас в гостях Олег Алексеевич Ряполов. Я правильно делаю ударение, да? Все правильно? Преподаватель политической экономии. Вот, Олег Алексеевич, здравствуйте. Мы рады нашему знакомству, особенно в свете заявленной темы, почему мы обгоним Китая, то есть почему Россия обгонит Китай. И вы совершенно четко, логично доказываете, что темпы роста российской экономики могут быть на уровне 20-28 процентов на протяжении 50 лет. И что и население у нас может очень быстро увеличиться до полумиллиарда, и вообще, что все проблемы, которые перед нами стоят, они могут быть достаточно, ну, нелегко, в обозримом будущем успешно преодолены. Я не буду интриговать больше нашу аудиторию. Передаю слово вам. Спасибо. Ну, все, что вы сказали, в принципе, вполне доказуемо математически, вполне реализуемо на практике. И я начну наш разговор с практики. Вот чтобы сразу прийти к практике. В Государственной Думе Российской Федерации лежит законопроект. Он называется, ну, банально, можно сказать, это обеспечение молодых специалистов жилищными условиями, жилищными площадью в рамках ипотечного законодательства, в рамках системы ипотечного обеспечения. Банально совершенно закон, который предусматривает, что все молодые специалисты, а их примерно у нас каждый год, ну, по выпуску примерно около 2 миллионов человек, это, ну, миллион 600, миллион 700 по разным годам. А сегодняшняя группа молодых специалистов, я ее оцениваю от 18 до 27 лет, это примерно 7-8 миллионов человек, которые бы хотели иметь молодые люди в этом возрасте, которые бы хотели иметь, ну, свою квартиру, работу и все прочее. Так вот, законопроект предусматривает, что для этих специалистов, которые востребованы обществом, для них они могут приобретать квартиры в три раза дешевле, чем на сегодняшнем раменте существует. При этом мы не задействуем бюджетный механизм, то есть нам не нужны бюджетные деньги. Это все коммерческие деньги, это все деньги коммерческих банков, которые участвуют в этой программе. И молодые люди делятся на две большие группы. Это первая группа, это те, кто получил определенную профессию и хочет участвовать в программе «Профессионал» в рамках этого закона, законопроекта, который лежит в Государственной Думе. И на 10 лет ему дается право заключить контракт с предприятием, на котором он будет работать, и поехать строить это предприятие. Или строить дома, ну, социальную инфраструктуру вокруг этого нового проекта. И специалисты, которые также востребованы обществом, ну, уже имеют два года стабильной работы, у них средняя заработная плата какая-то по региону, там, именно не по стране, которого, например, там Росстат говорит, там 48 тысяч у нас по средней заработной оплаты по стране. Но даже заходишь в регионы, смотришь статистику Росстата, которые трудно не доверять. Но в рамках даже этой статистики, конечно, заработные платы по регионам гораздо ниже. Так вот, в рамках этих средних заработных плат мы можем предоставлять этим специалистам, в этих регионах, которые уже работают, также можем предоставлять возможность участвовать в этой программе. И участвуя в этой программе, они могут в своем регионе приобрести квартиру в три раза дешевле, чем это есть на рынке. Как этого добиться? Но существует в рамках уже действующего законодательства все подготовлено для того, чтобы этот механизм кредитования, ипотечного кредитования, а также механизм кредитования банков и рефинансирования банков в системе поддержания ее устойчивого состояния у Центрального банка есть. Федеральный закон о Центральном банке, о корпорации развития, банке РФ, о Доме РФ, который участвует в этой, как единый институт развития жилищного обеспечения. В рамках этого законодательства все инструменты уже готовы. Но они не используются в стране, они примерно на 0,1% используются в рамках определенных программ поддержки того или иного населения. Они используются в 1% только потому, что нет плана и нет понимания того, а сколько же специалистов захотят приобрести эти квартиры. А сколько сегодня есть у строительной отрасли мощностей для производства этих квартир. Этого, этой информации нет ни у Центрального банка, ни у правительства Российской Федерации. И, соответственно, все идет по колее, как говорил Высоцкий, по накатанной колее. В этой колее добавляется часть денег, например, снижается ипотечное кредитование, ставка ипотечного кредита снижается, на рынке появляются новые покупатели, и при этом квартир не увеличилась, и в этот срок квартир больше не стало, потому что строители не знают, сколько придет людей туда. И вот в рамках даже снижения этого кредитования, когда ставку снизили до 6%, на рынок пришло всего 400 тысяч человек вместо ожидаемых 3 миллионов. То есть банки, которые кредитуют это ипотечное кредитование, они также смотрят на эту заработную плату, на доходы людей. Соответственно, ни банки, ни строительные компании не стараются рисковать. Рискуют только Центральный банк, как это не парадоксально, который не должен вообще заниматься коммерцией, не должен рисковать. Но в рамках этой системы ипотечного кредитования, он отвечает по постановлению правительства, отвечает за определенный класс работы, как обеспечение устойчивого состояния этого ипотечного кредитования. Так вот, он добавляет туда денег или убавляет денег? Больше дает кредитов строителям или меньше дает кредитов покупателям? И вот это колебание, сегодня мы видим его. Вот добавили в потребление побольше денег за счет снижения ставки, у нас увеличился спрос на квартиры, соответственно, возросли спрос на строительные материалы, и все это как бы поднялось, и все говорят, ай-яй-яй, почему так получается? Потому что нет спроса и предложения. В рамках подготовки этого законопроекта мне пришлось в спорах с Московским государственным университетом и в рамках работы научной школы стратегического планирования, я запросил Центральный банк и описал те условия, которые вот в этом законопроекте предусмотрены. Центральный банк мне ответил положительно, что его ответ на трех страницах, но суть сводилась к тому, что если существует спрос, равен предложению, то инфляции не будет. То есть, когда в наших научных спорах мы рассматривали эту систему, то многим казалось, что будет инфляция. Раз мы такое большое количество выводим на рынок молодых специалистов, которые требуют эти квартиры, то тогда будет инфляция. Как обеспечить этот спрос и предложение? Спрос и предложение обеспечиваются за счет того, что у нас есть механизм электронный международный баланс, в рамках которого мы видим все материальные взаимодействия и соответствующие им денежным транзакциям. Мы видим экономику в судах на ладошках. Таким образом, мы можем просчитать, какое количество сегодня есть мощностей у строителей за счет того, что в базе данных уже сегодня, в базе данных правительства Российской Федерации такая информация есть. Она просто используется на 10%, потому что электронный счет фактуры используется только для того, чтобы определять налогооблагаемую базу по НДС. А вся остальная информация, она простаривает. И если ее брать, эту информацию, то мы можем построить международный баланс, мы можем построить определенные модели в рамках этого электронного международного баланса. И тогда мы очень четко можем сказать, а на сегодняшний день, даже по сегодняшним дням, на этот год, у нас не задействовано в разных регионах от 30 до 40% мощностей строителей. То есть, исходя из тех нормативных показателей, которые мы закладываем в этот законопроект, а мы закладываем очень высокие показатели, это 57,6 квадратных метров на человека. То есть молодой специалист получает, это опять же цифра взлетания с потолка, а не потому, что я там поколорялся на носу, там, ну, поэтому небо, а это самая востребованная площадь из отчетов Центрального банка Российской Федерации и Дома РФ. Они каждый месяц, каждый квартал, каждый год выпускают очень серьезные такие большие отчеты аналитические. Исходя из этих расчетов, мы можем сказать, тогда два молодых специалиста, мужчина и женщина, девушка и парень, могут объединять эти квартиры, ну, поехали вместе на стройку на какую-то, да, подписали контракт, поехали на стройку, и они могут приобрести, значит, квартиру, которая в среднем, вот по региону, например, мы брали расчеты по Пензенской области, а сегодня у нас есть расчеты по всем областям, по всем регионам. Ну, примерно 3-4 миллиона рублей стоят эти квартиры. То есть за 1 миллион рублей они могут приобрести эту площадь, 115 квадратных метров там, и в этой площади, да, очень высокий стандарт получается, да, а с другой стороны, молодое дело не хитрое, да, они уверены в том, что и их дети в рамках этого законодательства, да, в рамках этого закона будут приобретать также эти квартиры, могут приобретать эти квартиры. Они спокойно, я думаю, будут заводить детей. И будут заводить детей, не боясь от того, что, а тем более они приехали на стройку на 10 лет, в этом районе стройки есть у них квартиры полученные, хорошие, ну, квартиры, там в законопроекте очень много нюансов, которые предусматривают, что именно они принимают эти квартиры. Молодые специалисты принимают для того, чтобы качество было очень высокое, и молодой специалист может отказаться от этой квартиры, его если не удовлетворять качество. Он заранее в рамках ипотечного контракта и в рамках контракта вот этого профессионала, программа профессионала, он также может заказать себе сразу квартиру с мебелью, это увеличит его, естественно, ипотеку увеличит, но это возможно. И такие механизмы там предусмотрены, прям вот в законопроекте это предусмотрено. И таким образом у нас что получается? Имея вот такой высокий показатель 57,6 квадратных метров на человека и с задачей удовлетворить потребности даже по поручению президента Российской Федерации 5 миллионов человек, национальная программа жилищного обеспечения, 5 миллионов человек ежегодно должны улучшать свою площадь. Мы можем уже на следующий год предоставить в рамках этого законопроекта 582 тысячи квартир для 582 тысяч молодых специалистов. Это на завтрашний день, на 2022 год. Почему? Потому что мощности позволяют строителей в разных регионах нарастить, сразу нарастить уже на следующий год, просто закупая новое сырье, материалы и выстраивать эти квартиры. В рамках этого законодательства. А кредиты им выдаются, потому что это идет, опять же, в рамках закона и в рамках той программы, которая согласованная программа по спросу и предложению. То есть они не строят лишние квартиры, они строят 582 тысячи квартир для тех специалистов, тех регионов, где они, эти специалисты, нам нужны. И таким образом мы в течение 9-11 лет выходим на очень высокий валовый внутренний продукт. Он будет в 4 раза больше. Включается мультипликативный эффект. Строительная отрасль очень мультипликативна. Этот мультипликативный эффект включается очень сильно, потому что в каждую квартиру, кроме строительных каких-то материалов, нужна электроэнергия, вода, тепло, техника бытовая и все прочее. И, соответственно, это тоже все подстегивает рост экономики и рост производства. Такие тоже расчеты сделаны у нас. И мы постепенно выходим на 7-8 миллионов квартир ежегодно. Но это сегодня 7-8 миллионов квартир ежегодно. Мы можем как бы повышать, повышать и дойти до этого уровня. Но через 11 лет у нас на рынок придут только у нас как бы разрыв, даже если будут рождаться ребятишки новые, у нас будет разрыв в 10 лет. И в рамках этой 10-летней программы, куда деть эти нарощенные мощности? Вот точно такая же ситуация у нас по невозможности разрыву в обороте капитала между спросом и предложением существует в каждом регионе. В каждом регионе. Для развития, например, какого-то региона нужно 5 школ. А он имеет бюджет только на одну школу. В рамках этой программы мы можем уменьшить в 10 раз. Его затраты на строительство этих 5 школ. В 10 раз. И в бюджет он должен, как бы из бюджета, только вложить одну десятую часть. Если для ипотечного ретования, мы здесь предусматриваем, для молодых специалистов мы предусматриваем как бы одну треть, 3 раз снижения, то здесь мы можем снизить 10 раз. В зависимости от того, как мы хотим развивать. Таким образом, он на следующий год, на тех нарощенных мощностях, он может строить уже ту инфраструктуру, которая ему нужна в регионе. Дороги там, улучшать парки и все прочее. Это в рамках идет этого механизма рефинансирования и кредитования Центрального банка. Есть статьи, на которые я могу сослаться. Центральный банк, как он может это все делать, как он это все может обеспечить. Он сейчас это не обеспечит, я еще раз повторяю. Он сейчас это не обеспечит только потому, что он не знает реального спроса и предложения. На электронном балансе интегратора экономики, как сейчас Елена Николаевна говорит, на этом интеграторе экономики мы можем спокойно рассчитывать любые модели развития. И таким образом, вот сейчас у меня интересный такой, как бы веду переговоры с несколькими проектными компаниями. Я им задаю вопрос. И в рамках переговоров, мы с ними ведем переговоры довольно трудные. Но в рамках этих переговоров я им ставлю вопрос такой. Сколько будет стоить проект города на 500 тысяч человек? Вот прям умного города. Там должно быть все. Кафе, рестораны, дороги, парки, школы, системы обеспечения электроэнергии, системы обеспечения водой, канализация, дома, какие-то ремонтные. В общем, вся жизнедеятельность города на 500 тысяч человек. И вот Стрелка занимается. Это проектное бюро такое, довольно известное. В свое время строила, несколько таких проектов сделала. И потом стала такая глобальная компания проектная. Вот с ними я начался переговоры. И прошу их рассчитать. Сколько это будет стоить? Сама проектная. А в этом проекте, естественно, они укажут уже те, при даже оценке проектирования, они укажут все нюансы, которые я не знаю по градостроительству. Вот в рамках этой системы, практической системы, которые сегодня мы хотим реализовать в рамках школы строительского планирования и в рамках тех переговоров, которые мы ведем и с правительством Российской Федерации, и с Федеральной налоговой службой, и с другими министерствами. Вот, например, одно из министерств очень активно с нами ведет переговоры на внедрение этой системы. То есть им тоже нужно в рамках задач, те, которые поставлены в правительство, те, которые, задачи поставлены президентом, последнее президентский был поручение, 753-е поручение. Там конкретно сказано, что в регионах должно быть то-то, в регионах должно быть это, министерство отвечает за это. И вот в рамках этих задач они столкнулись с тем, что решение лежит в этом с одной стороны международном балансе, а с другой стороны в единой базе данных, которая сегодня у нас уже есть, сформирована бывшим руководителем Федеральной налоговой службы, а сегодня руководителем и питателем правительства Мишустина Михаилом Владимировичем. Вот такая как бы идея, которая позволяет очень высокие темпы иметь. И они постоянно высокие темпы, когда мы выходим на 5 миллионов человек, 7 миллионов человек или развиваем регионы, у нас очень высокие темпы развития. Независимо от мировой конъюнктуры. Да, конечно. Олег Розеевич, идея понятна. Как идея? Вот смотрите, что произошло в нашем Отечестве в прошлом 2020 году, когда началась вот эта вот ситуация с этой вирусной, этой историей. Государство запустило ипотечное кредитование с господдержкой под 6,1%, потом там 6,5%. Народ ломанулся. Государство вдруг выяснило, что оказывается у народа есть деньги. Набрали, внимание, набрали ипотечных кредитов вот на сейчас 10 триллионов рублей. Это половина государственного бюджета. Зарплаты не растут, а наоборот уменьшаются. Как их отдавать, неизвестно. Эту ипотечную программу с господдержкой прикрыли вот буквально вот недавно, просто категорически, потому что к чему я все это говорю? Как идея, да, рабочий, потому что строительство потянет за собой металлургию, горнообогатительность, все эти дела, транспорт, все понятно, локомотивом, да, там сталинские стахановцы и кто там еще будут завидовать темпом роста. Вот. Но мне кажется, начинать нужно с чего-то другого. Вот так с чистого листа Госдума приняла вот этот закон, который бы упоминал там еще какой-то и все это заработало, что-то слабо верится. Я не знаю, с чего начинать, но такое ощущение, что просто так это не заработает. Ну, они вот в этой структуре на следующий день на следующий день у определенного народа, будем говорить определенного народа. Примерно 40, я не помню цифру точно, где-то примерно 42 триллиона рублей лежит на депозитах в банках. 42 триллиона. Так вот, из этих депозитов, да, только 10 триллионов ушло, даже там 32, мне кажется, триллиона рублей. 10 триллионов рублей ушло только на промышленность. 20 триллионов рублей это личное потребление, то есть банки берут у одних и отдают другим, чтобы те покупали на рынке. То есть существует два рынка, два потребительских рынка, один производственный рынок, а другой личного потребления. Так вот, на этом рынке 10 триллионов рублей это вообще деньги очень богатых людей. И именно они кинулись в эту ипотеку, в недорогую ипотеку, потому что у многих сейчас даже в новой партии, которая там справедливая Россия, там за правду и все прочее, а у них какая идея? А всех превратить как на западе съемщиков арендного жилья. А в действительности можно этого избежать только потому, что когда мы сбалансируем это дело, то тогда у нас вы знаете, вот для освоения можно начать с малого. Берем и начинаем осваивать те проекты, которые заявлены, проекты, которые заявлены и не реализуются на Дальнем Востоке. Не хватает ни людей, ни кредитов коммерческих банков, которые не хотят рисковать. Ну, раз там все в голом поле, то есть, как бы, а если мы спланируем туда и строительство инфраструктуры, жилой инфраструктуры городов, современных городов и развитие этого производства, то мы независимо от того, на маленьком проекте мы можем посмотреть. Просто на маленьком проекте, и, конечно же, я хотел бы, чтобы, например, буквально на нескольких проектах таких, которые там не триллионы рублей сразу мы убухиваем, да, ну, а несколько там сот миллиардов, потому что вот примерно сот миллиардов попробовать, как это действует и на как это влияет на инфляцию, проверить. Ну, понятно, как это действует. Вот сейчас в результате вот этой господдержки по ипотекам прошлогодней, двадцатого года, сейчас стоимость, средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве двести пятьдесят тысяч рублей метр на глазах за год. Да, потому что что-то надо делать другое, что-то надо делать другое, надо выходить из системы, из системы той международной капиталистической, а выйти из нее невозможно просто так. Входить из системы, как вот, мы же все это проходили, на закате советской власти, Советского Союза, вы же помните, те же самые молодые специалисты, они работали там на заводах железобетонных изделий, там год-два, получали квартиры, и там, мы все это уже проходили. Александр Горович, что делать? Революцию? Я вот хотел, я вот хотел, у меня один вопрос был, я услышал про межотраслевой баланс, а вы как-то с работами ведут или Николай, мы знакомы? Нет, она тоже про межотраслевой я занимаюсь практической реализацией этого межотраслевого баланса с одним из министерств Российской Федерации, я конкретно консультирую их, и мы сейчас находимся на том этапе, что к первому декабрю должны запустить прототип. В рамках этой программы... Я не экономист, вот, Владимир, ты знаете, у меня в экономике познания не очень глубокие, они, видимо, ограничены тем курсом политической экономии, которую мы проходили в институте. Вот, я могу просто сказать одно, мне очень симпатична мысль Владимира Викторовича о том, что надо выходить из системы. Пока мы в этой грабительской, внутри этой системы находимся, наверное, сделать что-либо внутри этой системы маловозможно. Ростовщический капитал, нажива в первую очередь, значит, всех, грубо говоря, дурят, Залахов держат, берите, берите. Мне нравится, как Почта-банк сейчас себя рекламирует, а он же как народный банк всех играет, и он говорит, 100 тысяч рублей, вот карта Почта-банка, там вообще без процентов, берите 100 тысяч рублей и говорит, а там дальше идет текст такой, и 3 тысячи в месяц платишь. Да, я посчитал, если 3 тысячи, 3 процента получается, то есть 3 процента в месяц, это для 2 тысячи 36 процентов, но это вообще грабеж средь белых дней, это же просто офигеть, как бандиты здесь. Там непонятно, то есть, платишь без процентов, но гасишь в течение такого рума. если взять стоимость квадратного метра, если взять стоимость квадратного метра у нас в стране, я думаю, что там минимум половина, половина цены, это банковско-финансового сектора. здесь. Ну, конечно. Минимум. Поэтому, но не сможешь ты ничего в этой системе, вот эту идею реализовать. Начинать надо с другого. Кстати, еще, Александр Горонович, как тебе не стыдно, ты не экономист и тому подобное. Кратко, экономика, это здравый смысл и только, и все, а ты ректор школы здравого смысла, ты самый экономист из всех экономистов. Конечно, самый главный экономик, знаете кто? Это работяга на заводе, он своей шкурой такую диалектику экономическую проходит, такой капитал проходит на своей шкуре, то и профессорам не снилось. Вы понимаете? Самый главный диалектик и самый главный знаток экономики это работяга на своем заводе. Вот и все. Я с вами полностью согласен. Но я вам скажу так, вот смотрите, как меняется капитал. Я буквально недавно вот написал статью и возможно она выйдет, будет опубликована. Вот как меняется капитал? А вот мы сегодня с вами сейчас разговариваем в зуме. Это что такое? Это нам, американские капиталисты, передали средства общения, ну пока общения, а можно сказать средства производства, потому что здесь мы можем зарабатывать деньги. Передали просто так. Почему? А потому что мы перешли совсем на новые на новые технологии, которые требуют от капиталистов отдавать эти технологии как можно больше. Отдавать. Другой пример, как развивается капитал. Оказывается, в акционерных обществах, крупнейших акционерных обществах, Сбербанк, Эксенмобил, Газпром, Роснефть и куча других, там, Дженерал Моторс, там, я не знаю, Мерседес Бенц, Дамилер Бенц, да, в этих корпорациях работников меньше, чем акционеров. То есть получается, капиталистов больше, чем этих работников. И это сегодняшнее состояние. То есть развитие нашего общества толкает этих капиталистов в совсем другие отношения, за пределы капитала. И вот та система, которая, ну, как бы я предлагаю, и которая в законодательстве уже прописана этими самими капиталистами, в законодательстве Российского банка, Банка развития, Дома РФ, прописали законодательно использование этого механизма, где капитал уже не является, почему я могу как бы предоставить в три раза дешевле. А потому что там механизм существует, где капитал уже не выступает в роли капитала, а ресурсов общества. Мы переходим к тому этапу, когда капитал становится ресурсом общества. И сегодня мы не можем говорить, что это вот прямо социализм в той ипостаси, которая нам необходима. Но это шаг туда, за границей капитала. Олег Алексеевич, неудачный пример с нашим общением в Зуме. В данном случае это банальный импортуслуг. Мы импортируем услуги американской стороны, общаясь в Зуме. И не более того, капитал здесь ни при чем. Нет, ну я, смотрите, я общаюсь, например, в WhatsApp или общаюсь в Facebook. Я могу монетизировать это общение. Я могу использовать его для извлечения прибыли. Да, 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 да. Давай тогда вместе. Мы сейчас все, если ты знаешь, как монетизировать это общение, мы сейчас со всей школой здравосмысла подключимся. Это уже будет ноу-хау. Но это уже не под запись, это потом, а вдруг действительно ты знаешь. Это секретная информация. Хорошо. Хорошо, я расскажу, как это делать. Откуда джавишки? Откуда у меня столько миллионов? Будем так говорить. Не, я шучу. Кстати, Александр Горовныч, Олег Алексеевич, он ярый поклонник Маркса. Он марксизм знает лучше, чем Маркс и Энгельс вместе взятые. Вот. Не, ну лучше не знаю, они же писали, а я-то всего лишь написал. Ну они-то написали и сами не поняли, чего они написали. А у тебя было время, разобрался, ты разобрался. Я занимаюсь тем, что изучаю марксизм. И я чутко знаю, что развитие правительственных сил определяет отношения. Как бы мы, вот когда говорят о справедливости, да, вот мы много говорим о справедливости. Хорошо. А в Риме тоже была справедливость? Конечно. Аристотель писал, знаете как, что есть народы, которые должны быть рабами. А охота, это искусство, то же самое война, как охота, как искусство. И мы должны охотиться на этих людей, которые даже не хотят быть рабами, но мы их должны заставить быть рабами. И это пишет Аристотель. Справедливо. Справедливость. Олег Алексеевич, что писал Аристотель? Он был грек, и поэтому его понятие о справедливости, оно нам ничего не дает. А в русской традиции справедливость, вот глубинно, это отсутствие паразитизма. Вот если нет в стране паразитов, которых сейчас вообще просто немерено, тогда русский человек и все живущие в нашем Отечестве, они считают мир справедливым. Но когда появляются паразиты, которые имеют то, что они имеют, яхты, дворцы и тому подобное, русская душа считает это несправедливо, потому что это паразиты, которые присвоили себе известным всем способом, просто отобрали и паразитируют. Не, ну, опять же, если посмотреть на процесс, исторический процесс, с точки зрения диалектики, с точки зрения марксизма, он объективный процесс, согласитесь? Он объективный, он при всей той нашей свободной воле, он складывается в объективный процесс, как сумма всех векторов. И почему, тогда вот я всегда задавал дюгановцам вопрос, почему вы считаете, что враги, демоны и предатели этот Советский Союз разрушили? Почему у нас, мы на всех парах, летящие в коммунизм уже, великую общность советского народа, почти без класса общества, вдруг вляпались капитализм на полной скорости. Они говорят, враги, демоны и предатели. Я говорю, здрасте, приехали. Ну, как враги, демоны и предатели, когда процесс объективный, когда нужно на него посмотреть объективно, а на него очень легко посмотреть объективно. Берешь определение маркса о капитализме, а там очень четко сказано, свободный рабочий, свободный человек, со свободной волей, но ничего не имеющий средств производства, нанимается на капиталистическое предприятие. То есть на то предприятие, он лишен земли, согнанной земли крестьяне, ему некуда податься, ему нужны новые средства производства, он идет туда, на завод. Он идет на завод. Если он начинает бродячничать, как в Англии, вступает в силу кровавого закона, приковывает к станку. и этот свободный человек продает уникальный, универсальный и своеобразный специфический товар, который характеризует капиталистическое общество, свою рабочую силу, как товар. А сейчас время наступило, когда этот товар не нужен. Когда мы рассматриваем с точки зрения вот этого определения, мы можем сказать, что Советский Союз был полукапиталистическим, полуфеодальным, монополистическим, капиталистическим обществом, в котором мы жили, я жил в этом обществе, я был коммунистом, и я остаюсь им. Я как бы делал все, я был построенным человеком, я все делал для того, чтобы на своем рабочем месте у меня, ну я будучи военным, я служу будучи военным, чтобы у меня было все так, как требует этого, наш устав, наши правила это. Конечно, я сталкивался там, пьяни, рвани, я не пил, не курил. Ну и зачем тебе такая жизнь, не пил, не курил? Если быть предельно честным, то в СССР был государственный капитализм, как, впрочем, и сейчас у нас в стране. Мало кто знает, но сейчас доля государства в банковско-финансовом секторе, доля собственности 98% на минуточку, а в промышленности 3 четверки, больше 70% доля государства. И на всех порах сейчас строится государственный капитализм. Правильно. Он так и строится. Он строится монополитически, он не государственный капитализм, а монополитически. Почему? Потому что сами капиталисты и делают это как государство. Владимир Путин, когда выстраивал все эти отношения, он и строил под себя. А он уже был капиталистом тогда, потому что у Собчака, когда работал, он уже стал там капиталиста. Но мы сейчас не будем обсуждать, кем он стал, кем он был. Это 100 человек, 100 мнений. Александр Гаврилович, у нас время осталось только поблагодарить Олега Александровича, он подходит к концу. Спасибо вам большое. Нет, это мы должны благодарить. Спасибо большое. Мы рады нашему знакомству. Думаю, что мы его будем обязательно пригодять. Олег Алексеевич, здоровья вам крепкого. Спасибо. Удачи. И успехов в нашем таком деле по наращиванию и продвижению идей о марксизме, я бы сказал. Тем более, что я тоже являюсь поклонником маркса. Социализм неизбежен. Конечно, неизбежен. Конечно, неизбежен. А при таких темпах роста, которые заедут. Все, спасибо, Олег Алексеевич. Спасибо. До встречи. Всего доброго.